Железный кулак Азербайджана, размаживший голову армянской гидре в ходе 44-х дневной войны, не образумил их. Некоторые представители этого народа все еще продолжают жить химерой о своей исключительности, сочинять страшилки про турок и азербайджанцев и так далее. Одним из таких фантазеров является глава парламентской фракции блока, честь имею, Артур Венецан. Турки и азербайджанцы доказывают, что их единственная цель – уничтожение армянского народа. Они не хотят жить с нами в мире. Они хотят, чтобы нас просто не было, чтобы мы были физически уничтожены. Нам как-то сказали, что турецкий этаган в 21 веке сменился турецким барактаром, заявил Венецан. Об этом передают армянские СМИ. Депутат также отметил, что вот уже несколько месяцев, как азербайджанские войска находятся на нашей территории, и власти не могут их вышвырнуть. Честно говоря, такие бредовые заявления малограмотных политиканов, наподобие Венецана о кровожадных турках и азербайджанцах, порядком набили оскомину. Сказка про белого бычка от поколения к поколению внедряется в умы армян, которые, кстати, с упоением ее слушают. На сегодня в Турции проживают несколько сот тысяч армян. Уроженцы Армении едут в Турцию на заработки. Вам не кажется удивительным, что они все еще не истреблены? И это несмотря на территориальные претензии Еревана к Анкаре. Да и в Азербайджане проживают несколько десятков тысяч армян. Они здесь жили и в период оккупации. Так что Венецан сел в лужу. Захотели бы уничтожить, уничтожили бы. Но нам нужен мир и спокойствие. Далее, то, что турецкий ятаган сменился Байрактаром, вполне укладывается в нормальную логику. В начале 20 века армяне, поданные Османской империей, изменили родине, получили и таган. В конце 20 века предали азербайджанцев и оккупировали земли Азербайджана, получили Байрактар. Судя по всему, Венецан плохо знаком с трудами фашистского приспешника Гарри Гинэнжде, который сказал, не должно быть ни одного дня без борьбы с турком. Кстати, этот фашистский слоган красуется на одном из армянских сайтов. А что касается нахождения азербайджанских войск на армянской территории, то и это очередная брехня. Но если даже допустить, что наши воины там находятся, то пусть Венецан не бесится от злобы. Несколько месяцев по сравнению с почти 30-летней оккупацией азербайджанских земель, сущий пустяк. Так что Венецану следует не соринку искать, а приглядеться к бревну.